Военно-прикладные виды спорта все популярнее у славянских школьников. В этом смогла убедиться наша съемочная группа, побывав на районном смотре конкурсе «Строя и песни» среди общеобразовательных организаций муниципалитета. Об этом мы расскажем в нашем следующем репортаже. Для того, чтобы овладеть специальными знаниями и навыками военной подготовки, учащиеся города и района осваивают общую культуру строя, построения, расчеты, приветствия, перестроения, повороты на месте, движения строевым шагом, исполнение песни. Необходимо и наличие единообразной формы одежды. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко сердечно приветствовал участников смотра конкурса и их наставников. Смотр конкурс – это дань памяти, уважения нашим детам, прадедам, которые отстояли для нас свободу, независимость. Это дань памяти нашим ребятам, которые сегодня в зоне специальной военной операции и поддержка их. Я хочу вам пожелать сегодня хорошего прохождения, строю, исполнить песню «Чекание шаг», я думаю, будут лучшие. Председатель Славянского районного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин отметил, что нынешнее юношество принимает эстафету патриотизма от предшествующих поколений. И сейчас этот смот-конкурс разросся до таких масштабов. Это день, когда вы показываете свое мастерство, показываете свою сплоченность. Нелегкую задачу предстояло решить участникам смотра конкурса. Под руководством своего командира нужно было пройти четко, чеканя шаг. Так, исполнение строевой песни во время прохождения – отдельное искусство. И лучшие команды района просто порадовали, как слаженно и красиво они шли в строю, как пели песни. Участие в подобных конкурсах нас очень привлекает, потому что это очень интересно. Мы проявляем себя, потому что это дает огромный шанс проявить себя. Свою будущую профессию я хочу связать с военным делом. И это дает мне шанс попробовать себя в чем-то новом, испытать свои силы. Школы постарались показать высокое мастерство в строевой подготовке и слаженность маршировки. Строгая жюри смотра конкурса оценила выправку, точность строевого шага, единую парадную форму одежды, действия командира, прохождение отрядов с песней. Ребята из 16-й школы выступили удачно, завоевав первое место в номинации 7-8 казачьи классы и второе место в номинации 9-11 классы. А Данил Нечаев за общественную патриотическую работу был награжден знаком. Мы очень долго готовились для этого первого места, упорно тренировались даже в свободное время для нас. Через многое прошли, чтобы занять первое место. Мы упорно готовились к этому конкурсу строя и песни, чтобы победить в нем и доказать, что 16-я школа лучше и достойна награждения. Еще я награжден знаком юноармейской доблести. Я награжден за патриотическую работу, достойен этого знака и буду работать еще лучше и завоевать новые награды. Команда 12-й школы стала лидером среди 9-11 классов. Конечно, это очень их порадовало. Это очень трудная и долгая подготовка. Мы вообще ежегодно принимаем участие в различных военно-патриотических соревнованиях, конкурсах. И очень много тренируемся, еще раз говорю. Именно поэтому и благодаря слаженной работе у нас получается вот такой хороший результат. Лучшие участники смотра конкурса «Строя песни» были отмечены кубками и грамотами управления образования.